В Одесской области массовые протесты, недовольство людей вызвали последние медицинские новшества. Что именно заставило жителей перекрыть дороги и как власти объясняют эти тонкости медицинской реформы? Узнаем от Андрея Анастасова. Белгороднестровский район, две базовые районные больницы, городская и центральная. Их функции во многом дублировались, чиновники решили все упорядочить. В рамках реформы, начиная с июля, специализированную медпомощь, например, в области кардиологии, неврологии, будет оказывать горбольница. Центральной оставят функции профосмотров и лечения легких заболеваний, простуд, аллергий, нетяжелых травм. При этом все филиалы ЦРБ чиновники попросту закрывают. Так в селе Шаба исчезнут инфекционное, акушерско-гинекологическое и травматологическое отделения. Нас всех отправят лечиться вот туда, в город, где они пытаются в свои отделения всунуть 30 коек, 40 коек, при наличии того, что там еле 20 можно уместить. Инфекционное отделение будет одно на весь район, это 60 тысяч человек, вот в этом строении при горбольнице. При том, что даже сами врачи признают, оснащение в том же Шабском подразделении лучше, но его все же закроют. Так сэкономят на оплате коммунальных услуг и зарплате персоналу. Действительно, наше отделение является боксированным и хорошим отделением. Здесь вопрос второй поднимается. Его содержание будет обходиться намного больше, нежели его сконцентрировать на одном месте. Селяне считают, таким образом власти пытаются сэкономить на их здоровье. Требуют сохранить больничное отделение. Писали письма и обращения, но безуспешно. В знак протеста перекрыли автодорогу между Белгороднестровским и Одессой. У нас делают примерно, будем образно говорить, с трех больниц одну. И говорят, что это реорганизация. Какое-то это сокращение. Чем нарушается закон? За что мы стояли на Майдане? Чтобы сейчас наши ветераны и дети умирали. Огромный район. Куда всех людей с округи, с района свозить? За час, пока продолжалась акция, на дороге выросли километровые пробки. То и дело, вспыхивали конфликты между участниками и водителями. Некоторые машины буквально начали давить людей. Вмешалась полиция. Дети, я маленьких детей. Я маленьких детей. К людям никто из чиновников так и не приехал. Сами митингующие говорят, их акция предупредительная. Дают властям 2-3 недели на поиске компромиссного решения. Иначе будут перекрывать дорогу уже в соседней курортной затоке, где движение транспорта еще более оживленное. Подробности за комментарием обратились в областной департамент здравоохранения. Но там от интервью отказались. У начальника не оказалось свободного времени. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.